Поселок Жусансай в Южно-Казахстанской области можно назвать самым образцовым. Там нет безработных, а в магазинах не продают алкогольные и табачные изделия. Как говорят полицейские, за 8 лет в ауле не произошло ни одного преступления. И все это благодаря активности местных аксакалов. В поселке Жусансай, где всего 100 домов, работают в три магазина. Продают в них все, начиная от продуктов питания и заканчивая одеждой. Правда, ни в одном из них днем с огнем не сыщешь спиртные и табачные изделия. Мы добавляем всего 5-10 тенге к закупочным ценам, а трех вещей в магазине вообще не продаем. Это сигареты, водка и насвай. Деньги, заработанные нечестно, радости не принесут. Жители этого поселка давно отказались от вредных привычек и ведут здоровый образ жизни. В основном занимаются сельским хозяйством. Не слоняется без дела и молодежь. Именно к этому призывает и глава государства, который уверен, что добиться успеха можно, лишь повышая конкурентоспособность всего народа, а не отдельных людей. Без этого полноценная модернизация невозможна. У нас без дела никто не ходит. Все при делах. Разводят скот, работают в поле. Во время уборки бывает не успеваем, рук не хватает, поэтому даже нанимаем людей. В этом заслуга сельских старейшин. Они не только следят за порядком, но и помогают решать соседские споры и домашние неурядицы. Местные предприниматели заасфальтировали улицы и провели освещение, построили мечеть. А сейчас всем миром восстанавливают мост, рассказывают сельчане. Мост приводим в порядок общими усилиями, потому что это наш общий дом, где мы родились и выросли, и каждый за него болеет душой. У нас все помогают друг другу, и никто не делится на нации. В полиции говорят, что благодаря совету старейшин и их бдительности в ауле уже 8 лет не было преступлений. Село стало образцовым во всем. Наталья Цогер, Булат Абишев, Нурмаханных, Муратов, Южноказахстанская область, Хабар, 24.